м привет всем с вами джексон и сегодня мы будем продолжать делать наш проект суть которого заключается в том чтобы сделать достаточно дешевый звуковой усилитель в нашем случае он будет трехканально у нас будет левый правый канал и средний канал в прошлом видео я сделал левый канал вне кадра я сделал правый канал по компоновке в целом они похожи а также мы сегодня будем делать средний канал для него будет выделяться наибольшее количество места но я думаю смогут уложиться поскольку схема достаточно легкая ее будет достаточно легко компоновать если прошлый раз мы делали все по этой схемке то будем сейчас делать вот по этой схема тут заключается в том ее преимущество цикла старых то что тут используется у нас две микросхемы они соединены между собой мостом мощность у нас будет тут два раза больше и тут наверно главный плюс относительно старый тут м так скажем запчасти более доступные тут у нас 5 м конденсаторов и в дуут и по 0 1 микрофарад это пожалуй на самый распространенный конденсатор который можно найти третий конденсатор у нас идет на 1 м нанофарад четвертый у нас полярный конденсатор на 10 микрофарад на 16 вольт в нашем случае будет и у нас тут и нужно сопротивление на получается 620 ом у меня к сожалению на 620 нету но я поискал может быть оно и есть но особо не парился я нашел сопротивление по моему на 700 с копейками так что это будет по моему не очень критично а вот такая вот у нас тем кого то у нас получается надеюсь вам понятно вот первая микросхема вторая вот этот у нас и динамик все достаточно просто тот кому интерес тот может остановить а тот кто захочет ее сделать и я могу для больных больше удобства выслать я так скажем либо не знаю либо вы прогуглите либо я могу вам выслать все нормально картинку где это все получается обработано в программе а в общем то такая схемка час мы любим делать все для этого у меня уже и все запчасти до части такими повторюсь это что простые у нас уже данными как схема они уже установленный паст так кажется на свои места уста микросхема у нас уже будут эти в один рядeneca направо 1500 немног grammar но потом конец прикручена будет нормально будем их при помощи радиатор а похлаждать graphic сделают так что будет у нас и какие две제로 они говорят с одной стороны один радик обводят в масштабе с другой стороны еще один радиатор будет еще две охлаждать а и это у нас это для компонентов тут у нас компонентов некоторые лишние вот это самое главное это одна 10 я микрофарад она 15 вольт найти а сопротивление на 600 20 он нам нужно в нашем случае но там 700 копейками этого нет некритично разница тут не почувствуется а также нам нужно целых 5 получается штука конденсаторов на 0 1 микрофарад в нашем случае маркировка на них это 104 104 это значит 0 1 микрофарад а и нам еще понадобится сопротивление все что у нас все есть в принципе на большее что нет на если что еще понадобится такой конденсатор на 1 м нанофарад или это тысячи пикофарад на шапу лучше тут написано но вам не видно будет тысяча просто это значит я один анофарад в общем то все это поставить компоновать за все те не так много эта схема я бы ее наверно зал даже еще более легкая чем предыдущие поскольку предыдущие было девять компонентов не включая микросхемы а тут у нас компонентов получается 7 а не включая микросхемы с микросхемами у нас тут 9 компонентов и все достаточно просто очень легкая компоновка мне прям вот нравится эта схема единственный момент я ее не раз не собирал так что не знаю работает на или нет если этой схеме уже доверяя поскольку собирал неоднократно то вот и насчет этой схемы я еще не уверен попробуем собрать протестировать кроме того у меня есть сомнения насчет конденсаторов на 1 микрофарад честно говоря он хоть достаточно распространенный они у меня как то очень быстро уходит надо будет заказать один раз просто 100 штук и не париться сейчас у меня достаточно фиговенький конденсаторы они перегреты уже несколько раз поэтому не знаю работа не работают так что я не гарантирую что в конце этого видео это схемка заработает но я постараюсь нормально собрать питается это у нас дело а 14 4 вольт ну кроме так написано но 12 вольт пол них будет хватать процент получается наша схемка будет не на полную мощность работать все но это тоже вполне достаточно в общем то такая схемка давайте начнем ее собирать я все спаял получилось достаточно компактно это даже компактнее чем предыдущие два канала это все связи с тем что схема достаточно простая требует всего лишь 7 компонентов кроме того они все мелкие в то же время как предыдущая схема требовала 9 компонентов ну то есть та схема которая используется на предыдущих двух каналах разместил тут я уже охлаждение пока что это временное охлаждение потом его переделал в основное нужно будет сделать еще несколько отверстий поскольку они много не совпадают под наши микросхемы она нашей схеме осталось точно много места скорее всего тут я размещу предварительно усилитель но пока что проверим что у нас получилось сила для проверки будем использовать вот такую колонку которую уже возможно видели мощностью 80 ватт сопротивлением 8 ом но по правде она восстановлена поэтому мощность еще составляет где то 30 может быть 40 ватт поэтому она не очень но для нашей схемки вполне пойдет а будем использовать достаточно паршивые питания будем использовать всем получается китайский блок питания вообще тут нужен блок питания где то на 20 ватта мы будем использовать китайский м у нас тут напряжение будет блок питания всего лишь 12 вольт в то же время как нужно нам будет потом 14 но это мы все сделаем у нас все это будет сейчас давайте попробуем подсоединить и проверить будем проверять при помощи моего старенького ipod touch а вообще советую проверять все подобные вещи при помощи к нему дешевых флешек ну то вот таких вот м3 плеера поскольку если вы неправильно соедините где нибудь все есть шанс того что просто вы испортите звуковую карту вашего устройства то что можете допустим на него подать какой нибудь тока поэтому ждать на использовать что нибудь дешевое что не жалко потому что если уцените свой допустим смартфон вы можете использоваться испортить там звуковую карту которая потом буквально некоторых случаях невозможно восстановить в общем то давайте подсудим проверим так у нас тут такое не очень питание поэтому во первых будет искажение звука ну в общем то давайте подсоединим послушаем так первое что мы подсоединяем мы слышим а получается фон фон это у нас не из-за питания фон у нас это скрещено язык кого то плохого конденсатора вот тут у нас используется целых получается сколько а ну у нас получается тут 7 конденсаторов используется и тут у нас опять из них достаточно фиговеньки они выпаяны старых платы то есть это не новые запчасти поэтому и шанс того что они косячные я попробую это исправить она сейчас проверим работает ли вообще сам микросхемы ну в общем то качество звука отвратительно это все связи с тем что какой то компонент у нас косячит но главное что у нас она работает то есть мы спаяли все правильно звук у нас идет процент и кроме того микросхема у нас значит работает если звук есть значит микросхема у нас рабочие это уже радует кроме того у нас плохое питание и когда мы получаются увеличиваем громкость сразу же появляется у книжек ну очень сильный шум поэтому вообще слышно таких громкосяк невозможно а и также если это все у нас из-за плохих конденсаторов я думаю потому что по другому он фонить не может там на косяк какой то именно с кем-то конденсатором поэтому я постараюсь все получается их поштучно по заменять то что у меня таких конденсаторов в данном момент мало а вообще в следующем видео мы делать будем блок питания поэтому мы эту схему трогать не будем я скорее все с местного магазина закажу сразу же и корпус и сразу к нему закажу получается нормальные конденсаторы уже новый потому что эти старые они вообще ни о чем и также другие какие нибудь мелкие запчасти которые нам тут понадобится тоже закажу потому что возможно к сайт даже не в конденсаторах но это маловероятно потому что единственная приземая часть тут это конденсаторы все остальное у нас получается нормальная в общем то вот так получилось кроме того когда мы воспроизводим какой-нибудь музыку с басами давайте еще раз попробуем так у нас соединился сразу слышно что у нас усилитель низкочастотный именно дает больше на басы но на то он такой будет поскольку это у нас получается процент центральный канал это у нас будет такова на сабвуфер но в целом получилось все все достаточно хорошо единственно что кто это косяк с конденсаторами но конечно без косяков не бывает было бы удивительно если бы все сделала и ни разу где нибудь не закосячил что что то у всех такое может быть но я постараюсь еще видео это все исправить мы следствием уже даже после следующей видео сколько в следующем мы будем делать а вот сам блок питания постройство все исправить вот пока что так вот выглядит схемка опять же повторюсь очень компактно вышло но это все из того что компоненты все очень компактные так то все выглядит также наверное сделаем а предварительно усилителя на микросхеме ба 4558 на ней я уже делал усилитель для микрофона также пробую сделать микроусилитель для вот этих вот микросхемы предварительный а он тут тоже бы понадобился но так то все получилось по пути точно хорошо в общем то вот такой вот у нас результатом я лично доволен а схема рабочая но я не знаю возможно вообще даже косяк может быть схеме то есть потому что схему я взял кого то поленого форма возможно к это всяк схеме а также небольшое дополнение я смог выявить причину фона как я и говорил дело было в плохом конденсаторе я припаял пока что кустарный методом а другой конденсаторы для проверки как вы слышите фона стало куда меньше но честно говоря он есть возможно вы даже его не слышите но я все ссылаю все таки на плохие конденсаторы которые неоднократно были перегреты но по крайней мере сейчас фона меньше значит проблему мы более менее уже решили поэтому воспроизвести музыку как вы слышите звук стал куда тетче куда лучше и опять же говорю проблема вся была в конденсаторе конденсаторы были старые перегреты и сейчас давайте попробуем а проверить что будет если мы отсидим вот этот вот недавно припаянный конденсатор соответственно появился фон ужасный крути причем а так что вся проблема как я говорил была в плохом конденсаторе я ее без проблем исправил то есть мы сейчас подседнем обратно фона нету да вот то есть я все достаточно просто проверяется просто поплатил вот эти вот конденсатором тестов потыкал а я нашел проблему в общем то она значит все эти со схемой мы разобрались в следующем видео будем делать блок питания с вами был джексон подписывайтесь ставки лайки и в общем то пока